Отслеживать с помощью каких устоявшихся самоназваний называли люди себя, и свою страну в определенный период времени, можно, изучая литературу того времени, издаваемую Церковью. 1581 год. Острожская Библия Ивана Федорова представляет собой впервые изданный на церковно-славянском языке полный свод книг Ветхого и Нового Завета. Книга вышла в свет благодаря инициативе и финансовому содействию князя Константина Константиновича Острожского. 1591 год. Львов, поэтический панигирик просфонимо создан учениками Львовской братской школы в честь приезда киевского митрополита Михаила Рогозы. Это первое печатное театрально-сценическое произведение и первая печатная книга школьных декламаций на Кириллице. 1646 год. Москва. Книга жития и служба Сергию Родонежскому и Никону Родонежскому. Основу жития составил его ученик, книжник Епифаний Премудрый около 1418 году. В этой книге встречаются следующие эндетнонимы, которые использовались тогда в Русском Царстве, Русская Страна, Русские Земли, Русское Царствие, Россия Великая. 1666 год. Киев. Меч Духовный. Один из первых печатных сборников проповедей церковного календаря. Образец эпохи барокко в книжном искусстве и гомилетике, науке о ведении христианской проповеди. Посвящен царю Алексею Михайловичу. На издание автор Лазарь Баранович, архиепископ Черниговский, получил значительную сумму из царской казны. Продолжение следует...